БОЕВЫЙ ПРОПУСК И на этом моменте, в принципе, вы можете выключать видео, если вам этого достаточно. Вот мои прогнозы. Однако же для других, я думаю, что я проведу небольшую аналитику и объясню, почему именно эти команды, я считаю, получат свои приглашения. Сразу хочется сказать две вещи для начала. Во-первых, существует такое как бы негласное правило, по крайней мере все так думают, что Valve приглашают напрямую команды, которые не меняли состав с прошлого турнира. Ну, в общем-то, есть в этом определенная логика, Valve действительно любят, чтобы команды не меняли состав, но после International состав поменяли практически все команды. И восемь команд, которые не поменяли состав, ну, их просто не найти среди топов, естественно. Кто-то там, может быть, те два команды не меняли состав, но они, конечно, никакого приглашения не получат. И второй момент. После International было реальное затишье по турнирам. Турниров было крайне мало, поэтому почти ни одна команда не смогла блеснуть так, чтобы вот сказать, И эта команда так круто играла после International, что точно получит инвайт. Есть пара таких команд, они у меня тут в списке как раз присутствуют, но остальные команды получают инвайт, по моему мнению, не за это. Все-таки в этот раз, я думаю, инвайты будут во многом розданы по принципу имен, какой-то медийности и бывших заслуг именно тега или каких-то игроков, которые перешли под знамена какой-то новой команды. Итак, помним эти две вещи и переходим к аналитике, соответственно. Wings и DC. Я думаю, вопросов нет. Если есть у кого-то вопросы, то, соответственно, не задавайте их, не надо. Потому что Wings и DC точно получат инвайт. Это 100%. Топ-1, топ-2 International. Тут вопросов нет. Состав, к тому же, Wings не меняли вообще. DC поменяли одного человека. Ну, в общем, тут все, 100%. Evil Genius 100% инвайт. Абсолютно, потому что, хоть и поменяли состав там, играли мало, но приехали на один турнир. Mars Dota League выиграли его в финале 3-1, по-моему, или 3-0. 3-1 у Newbie. Или 3-0. Ну, в общем, в салат выиграли. По итогам финал очень крутой перформанс. Плюс это команда из Америки. Evil Geniuses, победители пятого International. 100% инвайт. Дальше у меня идут OG. OG это, конечно, уже не настолько 100% инвайт. Состав поменяли. Турниров отыграли мало. Непонятно еще, да, за что давать инвайт. Но нужны, нужны команды из Европы. Это 100%. OG это победители двух мейджоров. Костяк команды остался в ней. То есть Fly и Natale. Капитан и Natale. Соответственно. Приехали на Марс Дота Лигу. Вот эту заняли третье место. Очень неплохо поиграли. По ходу турнира там они обыгрывали разные команды. Плохо уже помню точно кого. Ну, в общем, нормальный перформанс показали. Я считаю, что OG получит свой инвайт. Здесь для меня, на самом деле, вопросов тоже нет. То есть я скажу, что это 99% инвайт. Ну, просто потому что, когда мы дойдем до конца, вы поймете, что если не OG, то тогда непонятно кто. Вот непонятно кто. А раз непонятно кто, значит OG. Ньюби. Еще один 99,9% инвайт. Потому что парни заняли второе место на Марс Лиге. Вот на этой. Второе место, по-моему, на Наньянге, прошедшем недавно. Показывают хороший результат. В Китае сейчас, кроме Винкс, все команды друг друга месят. Вот там по очереди. В принципе, Ньюби проигрывают кому-то. Ньюби выигрывают. Но Ньюби выигрывают чаще, чем проигрывают. Состав у них боевой. Состав у них интересный. Ньюби в прошлом сезоне, это, конечно, была команда Грандов. Определенный костяк там остался за этой командой. Так что я считаю, что Ньюби свой инвайт получит. Это 99,9%. Дальше 95% это Ликвид. Вообще, вот после Ньюби, точнее говоря, я так скажу, дальше уже тяжеловато с инвайтами. Потому что дальше ни одна команда не показала действительно какой-то крутой игры. Команды поменяли очень много игроков все. Не выиграли никаких турниров. Да и турниров было мало. И поэтому не очень понятно. Ну вот, то есть, есть Ликвид. Ну, там, в принципе, могут быть какие-нибудь и Virtus.pro, и там Empire, и Vega. Это я из европейских, конечно, составов. Imperial, Orda, вот эта команда Аки. В принципе, они могли бы здесь оказаться. Но они все примерно одинаковые результаты показали. Ликвид играют достаточно неплохо. Ну, там они кому-то проиграли. Virtus.pro, кажется, 2-0 в каком-то онлайне. Кого-то там выиграли. Больше выиграли, чем проиграли. Но все-таки Ликвид. Это Куроки, это Miracle, это Матумба. Это супер состав, который показывал в прошлом сезоне очень крутые результаты. И Miracle в OG, там Куроки, соответственно, в самих Ликвидах. Ликвиды, я думаю, что заслужили этот инвайт. Вот хотя бы просто по своей медийности. То есть, в Ликвидах, я уверен, на 95% примерно. Ну, я бы сказал, что на самом деле, скорее всего, это 100%. Опять же, потому что... Но если не Ликвид, назовите мне кто. Я не могу придумать. Далее, мы уже имеем 2 команды из Китая, Wings, Newby. 2 команды из Европы, OG и Liquid. И 2 команды, в принципе, из Америки. DC, это как бы такая, не вполне американская, но считается американским регионом. Америки точно хватит, там больше некого звать. Европе точно хватит, потому что в Европе больше некому давать инвайт. Secret, там совсем все плохо стало. Плюс эта история еще с Пупеем подкосила репутацию. Топ-16 интернешнл. Никаких результатов не показали пока что этим своим новым составом. Инвайт не за что давать абсолютно. Нави, как бы мы не хотели, не за что давать инвайт абсолютно. Сыграли один, по-моему, матч в онлайне за все это время. Выиграли его с Горием пополам 2-1. Ну, что тут такого? Топ-16 интернешнл, еще раз напомню. Точнее, тоже, как и Secret, тоже не за что давать. Ну и больше тоже не за что. Никому давать в Европе инвайт. Так что Европе хватит. У нас остается юго-восточный регион. Ну, как бы не обязательно. Нет такого правила у Valve, что каждому региону должны дать по инвайту. Но все-таки есть в этом определенная логика. Valve хотят, чтобы турнир получил максимальный охват. Чтобы команды были с разных регионов. Так интересней. Это больше зрителей привлекает. Все дела. Ну и плюс. Опять же. А кому еще давать? Если не Фнатикам. Да, Фнатик сменили состав. Во Фнатик вошли три игрока TNC. И после этого Фнатик не сказать, что в Юго-Восточной Азии всех громят. Нет. Они играют наравне примерно там с Faceless команды вот Ice 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 Black. Там проигрывают, выигрывают у Execration. Там с Менески какая-то борьба у них постоянно идет. Но тем не менее, Фнатик это имя. Это постоянные призеры всех возможных турниров. Там Муши. Теперь там играет Демон. И вот если выбирать Фнатик, MVP, Execration, там Менески какие-нибудь. Ну, напрашиваются Фнатик. Ну вот напрашиваются. Напрашиваются. Потому что можно было бы еще подумать об MVP. Но MVP в этом сезоне проигрывают просто всем. Вот вообще всем. А Фнатик играют так шатко-валко. Но более-менее. Более-менее. Держатся в топе. Ну и опять же. Медийность и мина. То есть я считаю, что Фнатик получает свой инвайт. И с последним инвайтом это реальный супер вопрос. Супер игра. Я не знаю, кто там получит инвайт. Просто потому что, ну вот подумаем, да. Опять же. Из Юго-Восточной Азии больше давать некому. Некому инвайт. Вот серьезно. Нет имен. Окей. В Юго-Восточной Азии остается одна команда. Фнатик. В Европе некому давать инвайт. Я уже это все перечислил. В Америке некому. И в принципе остается Китай. Нормальные ситуации для Valve давать Китаю побольше слотов. Потому что у Китая самая большая аудитория. Там больше всего людей живет. В принципе. Ну и больше всего людей играет в доту. Там традиционно больше всего топовых команд. И поэтому я считаю, что восьмой слот уйдет в Китай. Но вот в какой команде? Там у нас есть IG Vitality, E-Home, CDEK, IG, ну и там еще... А, LGD. И еще там на самом деле ребяток-то достаточно. Я вот отсканировал все возможные последние турниры. Вот долго думал. В итоге я отсек CDEK, отсек IG Vitality. Отсек всех. LGD, LGD for a young, Vichy Gaming. Кроме E-Home и IG. И я вот долго очень не мог выбрать E-Home или IG. E-Home или IG. E-Home или IG. И все-таки склоняюсь к тому, что это будут E-Home. Потому что они показывают в принципе такие же результаты, как те же IG. Вот одно и то же. То выигрывают у IG сами E-Home, то проигрывают, то выигрывают E-Home у кого-то там, то проигрывают. Но в E-Home, опять же, имя за последний сезон у них очень неплохое. То есть E-Home это постоянные какие-то призеры или те, кто борются за топ. Игроки там окрепли, получили известность. Ну и конечно всегда там есть Lanem. Состав там конечно тоже сменился, но в нем осталось много игроков из прошлого состава. То есть какой-то, какой-никакой костяк. В то время как в IG, который тоже претендует на этот слот, 4 новичка и Burning. Ну они еще не доказали ничего. Если E-Home, если Olde, Levenel, Chicken, Lanem, они доказали уже в прошлом сезоне и на International и до этого, что в принципе это топовая команда. Команда топ уровня и тех топовый. То IG последние пару лет это просто, ну такое, донышко было. И то, что они сейчас поднимаются, это конечно здорово. Это да, это прикольно. Но я думаю, что им нужно пройти еще вот, соответственно, последние испытания квалификациями. Пройдут квалификации, неплохо выступят на Бостоне, дальше будут получать уже прямые инвайты. Но сейчас для этого, я думаю, рановато. Поэтому я последний слот все-таки отправляю к E-Home. И таким образом у нас 3 команды из Китая, 2 команды из Америки, 2 из Европы и 1 из Юго-Восточной Азии. Считаю, что это должно быть вот либо точный прогноз, либо очень близкий. Потому что если здесь вместо фнатиков дадут инвайт каким-нибудь экзекрейшн, для меня это будет очень удивительно. Если вдруг инвайт получат какие-нибудь команды из СНГ, хоть одна, для меня это тоже будет очень удивительно. Потому что никто, к сожалению, в СНГ пока ничего не показал. И на интернешнале тоже, соответственно, ничего никто не показал. Так что думаю, что вот будет так. Если я где-то ошибаюсь, ну извините, извините. Мысли я, конечно, не читаю. И что там в голове у Вальвы, я тоже не знаю. Но думаю, что 7 из 8 здесь точно угадано. Вот можете, если не согласны со мной, заменить на кого-то... E-Home, точнее, заменить на кого-то. Возможно, окажетесь правой. Ну что ж, на этом у меня все. Спасибо за просмотр. С вами был НС. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!